всем привет сегодня у нас опять урал-весовоз приключилась у меня опять опасная ситуация такая ну как не то что опасная ситуация короче поломка случилась такая серьезненькая одна горбыль отвез обратно еду и что-то слышу что-то туда еще с горбулем ехал слышу так газ сбавляешь когда накатами машины как бы идет и так гудела ладок как погудела немножко потом перестала вроде раз гудит опять нормально вы едете понял сначала так и понял что что-то не то что-то какая-то херня и потом обратно уже еду горбулет разгрузил слышу какие-то щелчки такие шумы какие-то начались и как тоже гудит немножко ну то что-то будет потом перестанет вроде и щелчки щелк щелчуток как щелчку такие как такие сильные еще он так как будто как ну как что-то где-то упирается и так ну как рывок такой получается, как типа прицеп что-то тормозит, хрен знает, так тыдык, так что-то как, тык-челк, так что-то как, ну, звуки такие подозрительные, что-то не то, думаю, остановился, блин, смотрел, смотрел все, обсмотрел всю машину, блин, что-то вроде все целое, раздатку, да что тут все, карданы на месте, все на месте, штанги, думаю, штанга может отпала, какая сломалась, палец там опять, нет, все целое, я не могу понять, что такое, потом-то, ладно, поехал дальше, доехал там до пилорамы опять, думал, хотел еще горбулю везти, думаю, ну, посмотрю, опять давай тут лазить, сзади, ну, когда, сзади залезу, так сюда, посмотрю, мосты, а, мосты давай трогай, средний мост, там, передний потрогал, ну, этот, на температуру, так сказать, рукой так раз, и вот этот мост задний, хопа, так, он такой горячий, аж вот так сюда плевал, сюда плюешь, аж так шипеть начинает, такая температура, кипяток, вообще полностью весь мост, масло штуков горячее, потом открыл эту пробку, посмотрел, масло вроде есть, все такое, ну, масло есть, короче, утекая тут пробку, или закрутил, такая горячая, ну, короче, все понятно, что, редуктор, что-то накрылся, этот редуктор, который я с МИАСа покупал, новый мне присылали, полностью весь, ну, не новый, он как, перебранный, ну, на зиму, вот, не хватило, что-то, А хотел давно уже посмотреть, проверить мосты, все масло посливать вообще это, ну посмотреть, проверить все там, что там как. Масло как бы проверял, вот эту верхнюю пробку откручивал, масло нормально, все есть, поеду, что там трогать. Ну нижнюю обычно откручиваешь, смотришь, какое-то железо там, ну опять железо, у меня магниты там стоят, оно все прилипает на магниты, все железо там в принципе не должно ничего там, как бы и железа никого тут быть. Но все равно какие-то кусочки где-то попадут, или самый лучший вариант это снимать вот эту крышку боковую, эту крышку боковую снимаешь и тут видно, обычно вот эту шестерню маленькую ломает, ну выкрашивается она. И вот здесь даже видно, вчера вот когда, видать, нагревалась тут или что это такое, я не могу понять, или масло сочится тут, сейчас буду все разбирать, тут снимать. Вчера подготовил, ну помыл тут, ладно, что разбираю тогда. Так, ну что, продолжаем дальше, вскрыл первоначально редуктор, кардан снял и крышку вот эту снял. И сейчас момент истины, так сказать, будет наступать, наступит, сейчас пробку откроем, посмотрим, что там такое масло, грязное, не грязное. Железо там есть, нету какое-нибудь, выпадет, не выпадет. Сейчас, о, вот слышно даже, льется кусками железа. Все понятно, что тут. Внутри хлам там, сто процентов, все шестерни искрошило. Вот даже видно, не ровно так текет, куски железа какие-то. О, падает, охренеть. Масло чистое, как видать, на магниты все это, мелкое железо прилипло, стружка мелкая. А крупная, вон она там, осталась. Хрен знает, короче. Не везуха какая-то. Сейчас, ну-ка посмотрим, вот здесь покажу, пока там стекает. Сейчас покажу вот здесь. Вот шестерни, вон они какие-то выкрашенные. Ну, на этой, вернее, на маленькой, на той большой нормально. Вроде бы целые зубья, а вот на этой выкрашились. И вон какой-то ержик тут в тумане. Вот магнит весь в железе. Вон. Какое железо. Вот это все прилипало, вся эта, эта мелкая вот эта вся херня. Она получается вот эта вот мелкая, вот эта, ну, где-то износ какой-то идет, вот на шестернях на этих. Вот этот износ, и вот эта мелкая такая стружка, как пыль такая железная. Если бы магнитов не было, сейчас бы масло все было грязно. Оно бы было такое, вот, как серебрянка такая. А тут все прилипло на магниты. Да, жесть полная. Короче, полностью весь редуктор, походу, кирдык пришел. Ну, блокировку опять включаешь, когда, вот вчера пробовал. Она как бы включается, лампочка загорается, все там. Как бы все нормально вроде, включается, выключается. Не заедает, ничего там. А, да, еще хочу сказать, что это не на блокировке ничего там, ну, сломалось. Блокировку вообще я не включал. Давно уже, с зимы. Это что-то другое. Хотя фиг знает, может зимой когда-то включал где-то, буксовал когда-то. Где-то на подъемах где-нибудь там. Может что-то там из-за этого. Ну, вряд ли, мне кажется. Скорее всего, что-то шестерни там. Большие куски там какие-то. Может подшипник просто даже развалился какой-то. Из-за этого тут все остальное перемолотило. Ролики от подшипника, короче, там. Вот я вижу. Рукой нащупываются ролики. Ну и все это. На дифференциале, скорее всего, подшипник накрылся. Даже у меня проволочка. Вот такая специальная. Выковыривать чтобы что-то. Вот сейчас выковырю. Хотел же еще проверить недавно. Но опять они, если ролики бы тут... Опять железо бы уже было бы какое-то. Вот ролик. Вот он ролик. Он квадратный какой-то. Вот еще какая-то херня. Что это такое? Ничего себе. Да, перемолотило весь редуктор, короче. Да, жесть полная. Вот. Вот еще один ролик. Вот он. Как говорится, вот она опасная ситуация. Да. Опять ремонт. Ну, зиму отъездил редуктор. Что-то зачитать. По идее, на вот тот редуктор тоже проверять. Смотреть, что там какой он. Что-то внутри. Да, хотел же вот недавно проверить. Думаю, после зимы тут, когда вот ездил. Как зиму проездил. Думаю, ну, посливать масло. Нижние пробки посмотреть. Все проверить там. Как-то. Ну, верхний открутил. Вроде масло чистое. Я везде проверял. В раздатке, да что. В коробке нормально все там тоже. В раздатку добавлял недавно. Вот, по идее, раздатку надо все слить масло. Оно какое-то грязное там такое. Вроде масло все чистое. Вот оно видно даже сейчас чистое. Просто на магниты все прилипает. Все грязь. Если бы магнитов не было. И вот эта вся грязь в масле была. И ездил бы так. Оно бы все перемололо. Там вообще все. И подшипники. И сателлиты бы съело бы все. А так, скорее всего, сателлиты. Да что, это все целое осталось. Ну, возможно. Ладно, что-то делаю дальше. Смотрим. Такая вот опасная ситуация. Так, ну что, пацаны, продолжаю дальше. Снял редуктор. Вот стоит сзади. Короче, попадал его опять. На бабки. Редуктор в хлам, можно сказать. Сейчас покажу. Такого я еще не видел. Не, как-то было такое давно. На том старом Урале, который вот снимал-то я площадку, там установку с кабиной. Там-то как-то была такая херня тоже. Не помню, на каком-то редукторе. Ну, там, видать, болты не закрутили просто. А тут вот такая... Сейчас посмотрим, короче. Вот смотрите, фокус-покус, тру-ля-ля. Что внутри? Что в мосту у нас находится? Хех, горны бабай. Какая-то трава упала. Вот это жесть. Такого я еще не видел. Вернее, давно не... Да нет, такого вообще, на мне кажется, не видел даже. Вот это жопа вообще полная. Короче, редуктор кирдык пришел вообще. Подшипник сломался и болты ему повылазили. Тут хорошо хоть тут... Ну, муфта все целая. Как бы нормально. Ничего не сломалось. Тут немножко вот полуось покоцалось чуть-чуть. Надо будет ее тут подточить. Получается, вот с этой стороны подшипник здесь рассыпался. И, ну, скорее всего, вначале вот болты начали выпадывать. Просто вылазить. Я так и не пойму, как они так... Ну, скорее всего, из-за блокировки. Видимо, когда на блокировке ездил зимой. И где-то какая-то нагрузка очень большая. Как, ну, давит их. Под грузом, когда с лесом груженый ехал. Это не то, что вот... Фу, буль, комары кусаются. Это не то, что когда дрифтовал, допустим. Когда дрифтуешь, пустой там ничего не будет. Это вот, ну, именно под нагрузкой, когда шел, груженый. И, видимо, болты, ну, гайки, вернее, вот эти. Стало их, ну, как, выдавливать, как бы, давлением, как на чашки там давишь, на сателлит. Нагрузка большая идет. И резьбу стало выдавливать, как бы, ну, расшатывать. Или, может, они слабо затянуты были. Этот редуктор, между прочим, мне мясо присылали. Вот я заказывал новый. Ну, как не новый переборный там, но он как новый почти такой. Вот, целиком, полностью в сборе он был. А тот, на среднем мосту, я его переделал сам уже. Я там корпус только брал, еще чашки новые. И сам собирал. Вот, ну, надо посмотреть его тоже, проверить. Надо открутить снизу пробку, тоже нижнюю слить масло, посмотреть, что там внутри. И тут все магниты, вон, получается, вот магнит. Вон он, залеплен весь грязью. Вот он весь. Там некуда прикрепляться, видимо, не к чему. Это что такое-то? Это гайка такая. Охренеть, вот эта гайка. Вот одна целая гайка. Как-то не пострадала. Нет, сплющилась немножко. Болты, ну, вот они, болты, так вылазили тут. И так загибались там. Где-то тут или так что-то. Вот обойма от подшипника. Вот еще кусок тоже обоймы. Зубья. Тут вот зубья сколоты. С шестерней. Вот, зуб один. Вот еще к вам. Вот, сепаратор с подшипника. Тут тоже на магните. Вон здесь полностью тоже. Ролики всякие. Металла сколько. Короче, сам лоханулся. Надо было уже давно посмотреть. Снять нижнюю пробку, открутить, посмотреть, что там внутри. Уже где-то, наверное, может, месяц назад бы, наверное, уже показалось, что что-то это. Ну, грязь какая-то, там, железо было бы. Я бы уже снял давно его. И было бы все нормально. Так, считай, до такого состояния довел редуктор. Охренеть. Может, болты слабо были просто затянуты. Но, опять-таки, когда редуктор я ставил, я проверял. Каждый болт попробовал. Так, как вроде туго, так все затянуто нормально. Обычно, когда я сам затягиваю, вот на том редукторе делал сам. Я тяну там со всей силы их. Потом, когда редуктор снимаешь, на ремонт, допустим, что-то, я их открутить не могу. Но они так туго, но обычно, как все так плотно, болты затянуты всегда. Тут контакты, он начинает ржаветь уже, окисляться. Какие-то зеленые стали. И, короче, на этом мосту постоянно, вон тут вода, в этой углублении, тут как-то пропускает, что ли. И, короче, оно это, постоянно показывает, как, ну, замыкает. Как будто бы блокировка включена. Вот сейчас, последнее, последнее время. То, как лампочка загорится, то потухнет опять. Видимо, здесь, как, ну, вот, вода то, что замыкает, надо, когда собираешь, эту фишку вставляешь, надо тут все солидолом обмазывать полностью, там, набивать, чтобы там все это сухо было, чтобы вода не попадала. Так, сейчас смотрим редуктор. Тут самая такая, самая опасная ситуация на редукторе. Вот, нету одного, второго, третьего, трех болтов нету. Подшипник вот негодный полностью, ну, разбитый обойма. Ну, вот, кусок обоймы остался там. Вон он, кусок обоймы, вот обойма, кусочек торчит. Ну, тут целая крышка вроде, так, все нормально, а вот с той стороны там вообще хуже. Вот, болт один, выпал. Тут, главное, вот так, ну, прям, редуктор достал, сюда положил, и тут болт этот, бац, сюда, на этот, прям, выпал так. Что-то, вот подшипник, вот это целый подшипник, подшипника. А вот здесь, вот трещина, сейчас, не знаю, видно будет, нет, вот трещина, идет, на крышке, на верхней. Вот она треснула полностью, и тут тоже идет сюда, ну, насквозь, короче, сломала. Короче, редуктор, ну, по идее, что, на новый корпус заказывать. Корпус у кирдык, скорее всего, ну, потому что, во-первых, крышку такую я не найду нигде. Потому что она, как такая, ну, специальная крышка, необычная. Вот если вот такая сломалась, тогда бы я такую со старого где-то подогнал бы, все равно. Что-то, подошла бы какая-то, нашел бы что-то, все равно. Потому что редукторов таких до хрена их валяется. У меня крышки даже есть там, не одна даже крышка. А вот эту крышку я нигде не найду. Заказывать отдельно эту крышку где-то. Ее отдельно же не точит, ее не точит вместе вот так вот, ну, с корпусом. Ее тоже как смысл. Когда шестерня крутилась, и сюда попадали куски, видать, эти болты, да что всякие. И вот сюда ударялись, зубья как бы щелкали, туда ломались, видимо. И било сюда, ну, выламывало, вот трещина стала потом. Тут подшипник разбило. Сейчас, крутану, ну-ка. Зубья сломаны еще есть, вот кусок. Слом, два зуба, три. Вот он. А, вот еще один болт. Тоже уже в гайке нет. Получается, вот держалась уже тут, я не знаю. Раз, два, три, четыре. Четырех болтов уже, считай, не было. Ездил. И эти тоже уже вон они. Вот они болтаются. Вот стакан вставляется сюда. Там он торчит немного. Его тоже там весь сгрызло полностью. Даже, возможно, подшипник там тоже негодный. Мне кажется, рассыпался там тоже. Вот тут, который внутри стоит. Тут два подшипника же. У меня там есть старый корпус еще. В прошлом году, когда менял. Со среднего редуктора он нормальный все. Пока поставлю, сейчас делаю. Там, ну, там его дособрать надо будет. Там, каких-то деталей нет. Вала вот этого нет. Вот эту шестерню вот эту. Ну, вот шестерня еще все покажу. Шестерня вон она покоцанная. Тоже надо менять уже. Ну, не сильно так это начало. Оно не из-за этого редуктор сломался. Тут просто как это нормально. Как бы тут постоянно так их выкрашивает. Сейчас попробую объяснить. Когда едешь, допустим, на блокировке, нагрузка очень большая на колеса. А блокировка же вот здесь вот, да. Как она, муфта сюда вставляется. Блокирует как бы дифференциал. Вот это полуось. Она с корпусом, с чашкой вот этой. Блокируется жестко. И вот это крутит. Это колесо жестко крутится вот с этой стороны. Как бы, ну, соединено с главной передачей. Главная передача и полуось. Она жестко ее соединяется через муфту. А с этой стороны-то, как бы, тут же не жесткое соединение. Тут идет через сателлит. И вот эта та шестерня, вот она внутри стоит. Полуосевая. Она, как бы, получается, тоже заблокирована и не крутится. Ну, как крутится вместе вот с чашкой и вместе с этой шестерней. И уже через сателлиты, там, через маленькие эти, вот этот усилие передается на эту полуось. И через сателлиты, а сателлиты же как нагрузку, как получается, они же круглые. Они вот так вот стоят тут. И они как давят. Ну, давление вот в этой стороны идет. Чашки, как бы, в стороны так раздавливают, получается. И из-за этого, как, ну, выходит, что чашки немного начинают распираться в стороны. Ну, как давить на болты, вот на эти, на гайки. И, ну, гайки эти ослабляются. Весьба потихонечку, как бы, ну, ослабляется, ослабляется. И все. И потом, как бы, ну, сильнее, сильнее. Потом они слабо становятся, начинают сами по себе уже выкручиваться. Потихоньку. Ну, как бьет туда-сюда-сюда, туда-сюда. Не так, ну, играются. Чашки эти шевелятся. Нагрузки какие-то идут там переменные. И все, потихоньку-потихоньку, она все, вот эти гайки выкручиваются. Попадают. Здесь под шестерни начинают все тут крошиться, и все. И все, всему конец приходит. Хотя, может, вообще подшипник вот этот накрылся сначала. Все может быть, конечно. Может, подшипник, конечно, все сломался. А потом уже здесь что-то начало выкручиваться. Хрен его знаю. А, ну да, вообще-то, в принципе, получается, может, подшипник накрылся. Вот это сломалось обойма. Ролики выпали там вниз. Они прилипли на магниты, а потом, вот она, получается, гайки с этой стороны, да. И они вот там как раз стакан. Они стали задевать вон там за стакан, за корпус. Ну, как, дифференциал-то стал вот так гулять. Подшипника-то нету. Ну, как, за корпус задевают, и начинают крутиться. Так, раз, раз, прокручиваться, потихоньку ослабляться. Ну, плюс удары по ним идут, как там вот чашку всю сточила. Ну, хрен знает. Короче, вариантов море. Такая ситуация, короче, ладно, что. Попадалово опять. Сейчас буду заказывать, короче, новый редуктор. Ну, в смысле, не редуктор, а корпус. Закажу новый. Еще тут надо будет разобрать, посмотреть, что-то. Еще какие-то запчасти, может, нужны. А пока временно, завтра, сегодня уже времени много. Завтра сделаю тот редуктор, поставлю старый. Пока временно. Поставлю, соберу. Просто без блокировки. Еще покажу сейчас. Вон, как размочарила тут, где цилиндричка. Подшипник вот этот, стакан вот этот весь сломала. И подшипник вот этот внутренний. Весь тоже выкрышился полностью, выпал. Все разлохматило тут. Корпус вот вон весь какой-то покоцанный. Здесь вот стерло, как он. Не знаю, без солнца светит, видно будет, не видно. Подшипник-то этот, цилиндричка, все негодное, по ходу дела. Хотя, вообще-то, обойма внутренняя вроде стоит. Что-то, правда, непонятно тут, что-то не совсем понятно, что там такое. Ладно, на этом тогда будет заканчивать видео это. Сегодняшнее. Пока этот редуктор закажу, когда он придет, через неделю, через больше, может, даже. Пока его туда-сюда, пока сделают их там. Может, ну, может, наличие. Блин, комары задолбали. Короче говоря, попадало вон на бабки опять. Произошло. Нормально. Еще тот редуктор, надо посмотреть. Может, там такая же херня, я новозная. Может, тоже болты выкрутились уже какие-то. Ну, вот опять, между прочим, задний редуктор. Почему-то всегда задние редуктора летят. Я сколько раз обращал внимание, постоянно задний. Средний, редко вообще. Ну, в первую очередь, сначала задний накроется, а потом уже средний. Это там уже через какое-то время. Или там два задних два раза переберешь. А потом уже на третий раз средний накроется, допустим. Или передний вообще редко. Как-то вообще, если по-нормальному все сделано, вообще надолго хватает. Ладно, на этом заканчиваю. Репортаж сегодняшний. Накосячил сам. Сам виноват. Надо было проверять. Вовремя надо проверять. Почаще. Смотреть. Откручивать нижнюю пробку. Именно нижнюю. И проверять. Обязательно. Это нам не привыкать к этому, так сказать. Сделаю все равно. Все отремонтирую. Все будет пучком. Ладно, всем пока. Всем всего хорошего. До новых встреч. Такие вот дела. Пацаны.